Сейчас Десна и Болва поднялись до отметки 4 и 6 метров соответственно. Прогнозы синоптиков и Центр управления в кризисных ситуациях неутешительны. Всю следующую неделю вода будет в этих реках только пребывать. Предприняты все необходимые меры для того, чтобы жизнеобеспечение населения не пострадало и жизнеобеспечение населения функционировало в постсоветном режиме. Организовано дежурство пожарных, спасателей, организовано круглосуточное дежурство глав муниципальных образований, создан объединенный штаб, который контролирует ситуацию, организован подвоз людей к железнодорожной станции, от железнодорожной станции к домам, усилена организация медицинской обеспечения против парадного обеспечения. Обстановка в целом находится под контролем, но тем не менее ситуация в меру сложная, но контролируемая. Радица Крыловка находится в зоне пойменных вод, и если потопления начнутся, то именно отсюда. Чтобы потери от возможного затопления стали минимальны, ведется активная работа по взаимодействию различных структур и ведомств. В администрации поселка уже ждут спуска на воду несколько исправных лодок. Почти 70 трапов и в два раза больше спасательных жилетов, тоже готовы к использованию. Доставляться на места вся техника будет оперативно. Очень важно сейчас пройти по каждому дому, который подтопляем, поговорить с людьми, чем помочь, оказать там содействие какое-то. Три машины стоит, резехходы, которые вывозят людей, подвозят к электричке. Это мы будем делать. Есть лодки, которые подвозят людей. Несмотря на периодические неудобства, жители не спешат бросать свои жилища. Боясь мародерства, люди до последнего охраняют свои дома. Хотя уже сейчас сотрудники Брянской городской администрации и МЧС проводят подворные обходы, чтобы вовремя эвакуировать одиноких престарелых больных, а также имеющих детей жителей. Татьяна Глазова при содействии пресс-службы Брянской городской администрации. События Брянск. Радица Крыловка.